В мире современных технологий и новых идей Все больше и больше людей требует инвестиций Новые деньги, которые вкладываются в новые идеи, приносят нам новые стартапы Соответственно, существуют новые способы, как собрать деньги, в случае, если у вас есть идея, но на нее нет финансирования Одним из этих способов является краудфандинг, об этом мы с вами сегодня и поговорим Краудфандинг – это способ сбора средств на ваш коммерческий проект Для этого вам необходимо разместить информацию о вашем проекте на онлайн-площадке После чего вы начинаете сбор средств, рекламируя свой проект и объясняя людям, почему они должны вложить деньги в тот проект, который вы им предлагаете Соответственно, они могут пожертвовать вам от одного доллара до бесконечной суммы Краудфандинг в России только набирает обороты и продолжает развиваться Соответственно, первые инвестиции пользователей, которые уже выросли в интернете и готовы развиваться и инвестировать уже в новые проекты, становятся все больше Создавайте идеи, анонсируйте их для мира, и я уверена, что вы сможете получить достойное финансирование Краудфандинг в России только начинает набирать обороты Он еще не настолько развит, как, к примеру, в Америке Но при этом аудитория России все более взрослая, как в интернете, так и готова тратить деньги на новые идеи и новые проекты Соответственно, создавайте что-то уникальное, и я уверена, вы найдете достойное финансирование Вам необходимо собрать деньги для чего-то важного? Того, о чем вы давно мечтали, но не было денег? Возможно, вы слышали о новом термине – краудфандинг Это слово часто звучит по телевизору и встречается в газетах Такие же, как вы, люди используют его, чтобы собрать деньги для самых различных целей и нужд Самые уважаемые и крупные издания пишут и говорят в позитивном ключе о краудфандинге Например, The Wall Street Journal, The New York Times, Forbes даже назвал краудфандинг следующий большой тренд Почти любой телеканал или газета тоже говорят о краудфандинге или народном финансировании Возможно, вы слышали о таких проектах Например, о финансировании приюта для животных «Мокрый нос» Посмотрите, собрано более 5 миллионов рублей, и сейчас в приюте проживает более 200 животных Приют расположен в 30 километрах от Москвы Еще одна история связана с выпуском мультфильмов Гарри Бардин выпустил несколько мультфильмов, и их профинансировали простые люди На этот проект собрано более 6 миллионов рублей Теперь автор снимает новый мультфильм Все это – краудфандинг Но не обязательно цель должна быть социальной Краудфандинг способен также помочь в осуществлении бизнес-идей Например, для создания обучающего диска На эти цели люди тоже готовы жертвовать деньги При таком изобилии задач, которые помогает решить краудфандинг В нашей системе открываются огромные возможности Для того, чтобы построить ваш дом, отремонтировать квартиру, купить новый автомобиль, погасить долг по ипотеке, обучить ваших детей Вы сможете помочь любимой футбольной команде Построить приют для животных, построить летний лагерь для детей и тому подобное Краудфандинг уже был использован для решения таких задач, которые вы только можете себе представить Самое смешное, что он решил задачи, которые вы даже не можете себе представить Сегодня в интернете существует более 500 платформ для краудфандинга Некоторые из них фокусируются на определенном классе задач Например, на недвижимости или разработке видеоигр Есть даже такие платформы, которые просто помогают молодоженам поехать в свадебное путешествие И занимаются только этим Но у всех традиционных платформ есть один существенный недостаток Все краудфандинговые платформы используют модель просителя Это выглядит как? Дайте, пожалуйста, деньги на то, что важно для меня Это ставит вас в положение, когда вы либо нищий попрошайка, либо продавец дешевого товара Конечно, это звучит пугающе Вот некоторые вещи, которые обычно делают люди, чтобы собрать средства для решения своих проблем или задач Они ставят в магазине корзину для пожертвований, либо маленький столик, где продают мелочевку Средства, от продажи которой пойдут на благое дело Иногда они ходят по домам и просят пожертвовать на общее дело Пристают на улице с тем же вопросом «Пожертвуйте, пожалуйста!» И все в таком же духе Даже использование современных интернет-платформ для краудфандинга выглядит так же Вы просите деньги, чтобы решить свои задачи Или по другому методу вы просите что-то купить Поясняя, что собранные средства пойдут на благое дело И такая модель действительно работает Собирать средства для благих дел – отличная идея Но в действительности она очень сложна и отнимает массу времени Ведь вместо попрошайки или продавца мелочевки у нас существует другая, мощная и эффективная альтернатива Вы становитесь поставщиком решения Это абсолютно новый путь для сбора средств И сейчас вы поймете очевидную простоту и уникальность нашего решения Уверен, вы согласитесь с тем, что в нашем мире намного больше людей, которым нужны деньги И значительно меньше людей, которые желают дать деньги Это сущая правда, не так ли? С этим невозможно спорить Потому что это так и есть Чему нас всех всегда учили? Какой ключевой фактор успеха? Найди проблему и реши ее Именно это мы и делаем Да, друзья мои, именно так Это то, что делает нас существенно лучше по сравнению с другими платформами для краудфандинга Вместо того, чтобы продавать мелочевку или что еще хуже, просить людей дать вам деньги Мы идем и ищем людей, которым нужны деньги И предлагаем им решения И в процессе их присоединения к нашему сообществу Вы получаете пожертвования на ваш проект Любой человек, который захочет стать частью нашего сообщества Абсолютно не обязан ничего платить Но они могут добровольно сделать небольшое пожертвование на проект того человека, который их пригласил Пожертвование может быть в пределах от 50 до 200 долларов И это все! Больше никогда не придется платить из своего кармана Это разовое добровольное пожертвование Когда кто-то делает добровольное пожертвование на ваш проект Вы получаете все 100% от него Никаких скрытых комиссий или платежей Если вы получили пожертвование в размере 200 долларов Вы забираете все 200 долларов Получаете 10 пожертвований в неделю Значит, получаете 2000 долларов в неделю на ваш проект И это только начало. Ведь мы создали революционную формулу распределения пожертвований, которая многократно увеличит сумму средств, которую вы получаете. Она работает как мощный рычаг, позволяя вам быстро собрать средства. По сути, мы умножаем число людей, которые дают вам деньги. Это абсолютно уникально. Вам никогда не придется платить даже один доллар в нашей системе, потому что вы уже будете ее составляющей. Это самофинансируемая система, которая позволит вам собрать любое количество денег, которое вы пожелаете. Это работает по такому же принципу, по которому работают огромные организации, получающие пожертвования. Например, благотворительные фонды. У них всегда есть две составляющие. Цель пожертвований и административные расходы. Точно так же и у вас могут быть административные расходы. Часть денег вы можете снимать для ежедневных расходов на проживание. Вот основные преимущества и отличия нашей системы по сравнению с другими существующими платформами для краудфандинга. Первое. Все 100% средств, отданных на проект, остаются держателю проекта. Нет комиссий. Все другие платформы берут от 3 до 8% при выводе собранных средств. Таким образом, если вы соберете 100 тысяч долларов, вам придется положить в чужой карман от 3 до 8 тысяч долларов. И я не понимаю, за что? Ведь все средства привлечены вашими усилиями. Второе. У нас нет ограничений по суммам и срокам сбора средств. На многих платформах, если вы собираете 100 тысяч долларов, но вам удалось собрать только 85 тысяч, то вам просто не выплатят эти деньги, и вы не получите абсолютно ничего. Мы не играем в такие странные игры. Еще раз. Все 100% денег остаются в проекте и достаются его владельцу. Нет никаких лимитов по суммам и срокам. И самое главное преимущество, которое отличает нашу систему от подобных, это то, как мы решаем огромную проблему, которая стоит перед каждым человеком. Правда состоит в том, что абсолютное большинство людей разочаровываются в традиционном краудфандинге и просто теряют много времени. Дело в том, что простой человек не является специалистом в рекламе и маркетинге, и он просто не способен самостоятельно привлечь достаточно внимания к своему проекту. И проигрывает. Такие люди сетуют, что вот если бы у них за спиной стояла огромная маркетинговая машина, можно было бы дать массовую рекламу. А в одиночку это практически нереально сделать. Смотрите, чтобы собрать 100 тысяч долларов, вам нужно найти 2000 человек, которые добровольно согласятся дать вам по 50 долларов. Не знаю, как вам, но для меня это точно не посильная задача. Это просто нереально. С другой стороны, наша система устроена иначе. Она использует уникальную стратегию, которая отлично работает для большинства наших участников. Эта стратегия проста и приемлема для большинства людей на планете Земля. Она работает так же, как любая интересная информация становится популярной в интернете. Это называют от человека к человеку. Помните те смешные видео на YouTube с кошечками? Нескольким людям понравились эти ролики. Они поделились с друзьями. Те поделились со своими друзьями. И снежный ком пошел. Видео набирает миллионы просмотров за пару дней. Помните Ice Bucket Challenge? Это тоже был сбор средств для людей, которые больны АЛС. Проблема была в том, что сбор средств быстро начался, быстро набрал обороты и так же быстро закончился. Мы построили платформу мирового уровня для краудфандинга с потрясающей стабильностью и устойчивостью. Сейчас мы растем бешеными темпами по всему миру с потрясающей активностью в Европе, Южной Корее, Индии, Филиппинах, США, России, Украине и Казахстане. Эта презентация является частью интегрированной маркетинговой системы, которую мы создали для вас, чтобы вы покорили мир. Вам не нужно быть хорошим оратором. Даже не нужно быть маркетологом и рекламщиком. Мы сделали всю тяжелую работу за вас. Все, что вам придется делать, это делиться хорошими новостями. Это делает весь процесс приятным, простым и увлекательным. У каждого есть пара знакомых, которым нужны деньги для чего-то очень значимого для них. Просто предложите им посмотреть наши короткие видео, и наша система сделает все остальное. Так же, как она сделает это сейчас с вами. Любой сможет сделать это. Да, даже вы. Предложите решение нескольким людям, которые в нем нуждаются. И в процессе вы получите деньги на то, что важно для вас. Не существует ничего лучше, чем это. Прямо сейчас нажмите кнопку «Далее» и узнайте, как именно работает наша система распределения средств. Вы узнаете все подробности распределения средств в нашем интернациональном сообществе. Здравствуйте, меня зовут Влад Филатов, это шоу «Экспертный разговор». Сегодня мы поговорим на тему краудфайдинга. Передо мной Ирина Лиленко, это организатор первого международного форума «Краудмэп-2014». Ирина, расскажите, вот хотя бы пару слов о форуме, то есть вы решили сделать вот такое вот мероприятие, но при этом на территории России. Хотя у нас краудфайдинг – это все-таки нечто новое, нежели хорошо забытое старое. Ну почему? У нас краудфайдинг – это хорошо забытое старое. Кассы взаимопомощи существовали еще во времена молодости моих родителей, по-моему, прекрасно работали. В общем, так или иначе, это тоже немножко краудфайдинг. Фраза «с миру по нитке» существует очень много, я так подозреваю, уже даже столетий. Сам краудфайдинг как индустрия, как технология бизнеса, да, она в России всего пару лет, но мне кажется, судя по результатам, развивается она достаточно стремительно. Если говорить очень широкими мазками, для меня что краудфайдинг, что краудфайдинг, мое мнение, да, это очень такая яркая тенденция развития общества, то есть это некая лакмусовая бумажка развития общества, потому что, ну, у нас доверие такого уровня доверия, да, как в Европе или там, допустим, в США нет у людей друг к другу. И это понятно, это абсолютно понятно, потому что у нас были МММы, у нас были БАДы, у нас было много чего веселого, да. Народ такое количество раз, значит, натыкался на всякие разные, ну, не очень порядочные действия, что очень сложно доверить, доверить кому-то и вложить в него что-то даже, не только деньги, но и идею, душу, интерес и так далее. По вашему мнению, кто сейчас лидирует среди национальных рынков? Это США, Китай, Европа, ну, понятно, что не Россия. Ну, в краудфайдинге совершенно стабильно лидирует США, хотя у Китая есть своя площадка, они там тоже чего-то делают, но она очень, ну, на мой взгляд, мне показалось больше в благотворительность уходящая, да, ну, то есть Китай все-таки специфическая страна. Естественно, это США, естественно, это Kickstarter, IndieGoGo, потому что они, они не первые, но они лучшие и на самые крупные площадки, да, ну, потому что Kickstarter – это весь мир, IndieGoGo весь мир, вот, и работают они достаточно давно, поэтому, да, США лидер бесспорный, ну, по крайней мере, вот по суммам проектов, это точно совершенно США. Вот можно ли сейчас как-то оценить в денежном эквиваленте рынок российский краудфайдинга и сравнить его при этом с западным, да, ну, то есть вот так вот приблизительно, то есть это миллионы, миллиарды, и, может быть, существуют какие-то там критерии, насколько растут рынки? Нет, критерии есть, есть официальная статистика, такие данные существуют, рынки с точки зрения финансов развиваются в динамике приблизительно одинаково, ну, естественно, там речь уже идет о миллиардах, а у нас пока еще о миллионах, и мы понимаем, да, что там речь на миллиарды долларов, а у нас о миллионах рублей. Какие бы вы могли назвать площадки наиболее крупные у нас в России? То есть вот то, что кто сейчас является лидером? Это планеты и бумстартеры. То есть две. Нет, на самом деле самая первая краудфандинговая площадка, вообще первая в России, она появилась пять лет, около пять или четыре, боюсь соврать, называлась она «С миру по нитке», а вот в России, мне кажется, сейчас будут появляться площадки в большом количестве. Какие проекты находят финансирование на вашей платформе? Я пройдусь по категориям. Самая успешная категория – это музыка. Объясню, почему. Музыкантов намного больше, чем предпринимателей в России. Имеется на виду музыка, вот я сочиняю песни, музыку и пою. Вы хотите записать диск, сыграть в сольный концерт, организовать его, выпустить DVD и так далее. Получается, каждый второй житель – музыкант, если музыкантов больше, чем предпринимателей. Ну, получается так. Вторая категория – это режиссеры, это фильмы и видео. Третья категория – публицистика. Люди собирают деньги на выпуск книг, особенно когда издательство говорит «нет, спасибо, нам не интересно». У меня только один вывод напрашивается. Тот проект, который реализовал Евгений – это из истории ломать стереотипы и выходить за грани привычного. С вами был Александр Бычалов. Спасибо. Ротфайдинг – это так или иначе народная история. Это рефлекс толпы. И в то же время реализация самого себя в любой форме, в любой затее, в любом проекте, связанном с привлечением средств. Если философски сформировать, что такое краунфандинг, на мой взгляд, это устранение барьеров между человеком, у которого есть идеи, и человеком, у которого есть деньги. Потому что в обычной жизни между двумя этими людьми дикое количество барьеров. В банке, инвестиционной компании, какие-то службы, охрана, государство, налоговые, прокуратура, все. А то все это снимается, и ты можешь напрямую поговорить с режиссером о фильме. В общем и целом, мы сегодня устраняли барьеры понимания или непонимания. Так что за краунфандингом, как за инструментом устранения барьеров в будущее? Устранили мы все барьеры вместе с Сергеем Недоловым, основателем движения «Тугеза.ру», и Ильяной Айман, специалистом по краудфайдингу «Яндекс.Денег». Добра вам. Если мы вернемся к вопросу о рядовых гражданах, в принципе, конечно, ситуация ухудшается, судя по тому, что мы входим в состояние социально-экономического кризиса. Доходы россиян расти не будут, они уже в этом году, реально располагаемые доходы стали снижаться. Рефинансироваться в банках будет крайне сложно, поэтому понятно, что совокупный объем пластикаритов будет расти, непонятно же будет нарастать. Вот для банковской системы это реально серьезная угроза и, в принципе, для финансовой системы в целом? Или это пока еще не так? Я все-таки еще раз повторяю, что мы должны понимать, что у нас ситуация предвоенная. В условиях предвоенной ситуации мы используем категорию мобилизационной экономики. В условиях мобилизационной экономики кредитные отношения вообще нонсенс, понимаете? Строгое распределение ресурсов, строгое рационирование ресурсов. У нас сегодня есть богатые и сверхбогатые, есть нищие. В условиях, будем так говорить, чрезвычайных ситуаций осуществляется распределение, чтобы никто не умер с голоду. И даже в годы Второй мировой войны такое рационирование было даже в странах традиционного капитализма. Мы об этом вообще не говорим. Такое ощущение, что над нами голубое небо и оно будет до бесконечности голубым. Но рядовым гражданам что делать в этой ситуации, когда доходы расти не будут, будут идти увольнения. Госкомпании уже сокращают своих сотрудников на четверть, либо даже на треть. Девальвация шоковая, 70% обнулить практически все сбережения дохода россиян. И именно этим будут пользоваться ростовщики. Они будут пользоваться. А что сейчас делать гражданам простым россиянам? Что им делать? Кто взял валютную ипотеку? Кто набрал потреб кредитов, не понимая, куда лезет, что лезет под идущий шалон? Понимаете, это сейчас крутой вираж истории. Здесь политика не может не доминировать над экономикой. Поэтому мне хотелось бы сказать простым гражданам, что прежде всего необходима какая-то политическая и идейная мобилизация. Я понимаю, что это крайне сложно делать. То есть объединяться, писать какие-то коллективные письма. Безусловно. Безусловно. Может быть даже использовать такой проверенный советским временем инструмент, как касса взаимной помощи. Кстати говоря, касса взаимной помощи, она вполне легитимна. Ни один наш нормативный документ не запрещает. Это фактически взаимопомощь людей. А еще в России у нас, как принято, мы откладываем все на потом и вообще не верим ни во что. Поэтому здесь нужно... Мы уже сами столкнулись с этой идеей, точнее проблемой, что многие, кто даже хотят реализовать какой-то свой проект, они сомневаются в нем. Это раз. И во-вторых, они уверены в том, что у них не получится ничего. Их нужно убеждать, их нужно заставлять иногда, чтобы они чего-то достигли. А если проект не собирает, это часто бывает? Мне кажется, чаще, чем обратное... Бывают несколько исходов событий. Если проект собирает меньше 50%, то деньги распускаются инвесторам, и мы не получаем своих 5%. Вы даже, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы было больше 50%, желательно, чтобы было 100%. Да, конечно. Если проект собрал больше 50%, но менее 100%, у него есть два выхода. Это инициатор может сам доложить свои денежные средства, а может... Распустить? Нет, может продлить проект. То есть, если у него, например, больше 50%, он имеет право продлить проект еще на определенное количество времени. Ну, правда. Нет, вот про это мы забыли сказать, что он же ограничен во времени. Продлил он этот проект, но все равно он не собирает. Если не собирает, то деньги распускаются. Довольно непростая экономическая ситуация. И как вы думаете, как эта самая экономическая ситуация повлияет на вашу затею с краудфандингом? Неужели вы не думали об этом? Тут все-таки ситуация непростая. Люди даже на продукты-то или на одежду... Положительно она повлияет на нашу ситуацию. Потому что раньше, да, все вот инновации, да, люди с какими-то идеями, инновациями, они шли куда? Они шли к инвестору. Да, сейчас инвесторы неохотно дают деньги. А что вы делаете, что пользователи будут охотно отделиться своими кровными? А потому что, знаешь, на одних... А потому что мы поможем, на самом деле. Краудфандинг – это слово, состоящее из двух. Крауд-толпа и фандинг-финансирование. В русском языке есть слово «складчина», которое ближе всего по смыслу к краудфандингу. Это коллективное или народное финансирование. Много людей скидываются деньгами для того, чтобы была реализована какая-то идея или проект.